Здравствуйте! С вами программа «Безопасность большого города». Ежегодно с началом отопительного сезона очень много пострадавшего населения оказывается в больницах от отравления угарным газом. Как сохранить свое здоровье и как правильно подготовиться к отопительному сезону – сегодня в выпуске. Отравление угарным газом, как правило, подвержены жители частного сектора. В большинстве случаев они используют печное отопление на твердом топливе. В числе основных причин, приводящих к пожарам – это неправильное устройство эксплуатации отопительных печей. Чтобы печка не подвела своего хозяина и долго дарила драгоценное тепло ему и его семье, прежде всего ее нужно правильно сложить. Важно помнить, что печное отопление можно применять в жилых и административных зданиях не выше вторых этажей. Общежития, бани, поликлиники, клубы, школы, причем без спальных корпусов, детские и дошкольные учреждения с дневным пребыванием детей, предприятия общественного питания и транспорта, где предусматривается установка отопительных печей, должны быть только одноэтажными. На постоянной основе инспекторским составом противопожарной службы города Алматы проводится разъяснительная работа с жителями частного сектора по правильной эксплуатации печного оборудования и правилам пожарной безопасности. Уважаемые жители города Алматы, а также гости и южной полиции, департамент ЧАЭС города Алматы проводит месячный пожарной безопасности. Проводят жилые секторы, наблюдайте пожарные правила безопасности. Здравствуйте. ЧАЭС Аллатовского района. У нас проводится сейчас месячник по пожарной безопасности. Мы жителям Аллатовского района предлагаем вот такие предложения, корешки предложения. Согласно утвержденного плана департамента ЧАЭС города Алматы, у нас ежегодно, год-два раза проводится месячник пожарной безопасности в жилом секторе. Это у нас в период отопительного сезона и перед отопительным сезоном. Тут какая цель? Самое главное, чтобы наши жители города, а также гости южной столицы отнеслись правильно с понятием. Сегодня мы проводим месячник пожарной безопасности в жилом секторе Аллатовского района. Совместно со службой пожаротушения, а также государственного пожарного контроля. Дети часто получают отравление угарным газом по вине взрослых из-за несоблюдения элементарных правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей. Угарный газ – моноксид углерода СО, бесцветный, лишенный запаха ядовитый газ, который образуется при неполном сгорании ископаемых топлив. Он присутствует, например, в составе угольного газа и выхлопных газов автомобилей. Ядовитое действие угарного газа заключается в том, что он связывает гемоглобин в эритроцитах, красных кровяных тельцах, и тем самым препятствует переносу кислорода по телу. Это случается, если вдыхаемый воздух содержит всего лишь 0,1% угарного газа по объему. Как правило, отопительные печи становятся виновниками пожаров. Из-за неправильных отступов и разделок, безопасных пожарному отношению расстояний от внутренних и внешних стен печи и дымоходов до сгораемых и трудно сгораемых конструкций. У каждого хорошего хозяина частного жилого дома должно быть повышенное внимание к отопительной печке. С годами в стенах дымоходов и самой печи могут появиться опасные трещины, ведь время рушит даже прочные на вид конструкции. Очень опасно оставлять растопленные печи без присмотра, поручать надзор за ними малолетним детям, перекаливать печи, размещать вблизи них горючие предметы. Обязателен предтопочный металлический лист перед топкой размерами 50 на 70 сантиметров. Во избежание пожара при эксплуатации печей запрещается. Сушить одежду и другие горючие предметы непосредственно на печи и вблизи нее. Применять для розжига бензин и другие горючие жидкости. Оставлять дверцу печи открытой. Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Хочу предупредить наших жителей города перед отопительным сезоном проверить полностью отопительные печи, прочистить дымоходы, а также, чтобы не было трещин. Если где-то обнаружили трещины, надо оштукатурить и замазывать, и побелить. Серьезно отнеситесь к предстоящему отопительному сезону, к его подготовке. Не забудьте выполнить все рекомендации специалистов по правильной эксплуатации печного оборудования. Статистика показывает, что ежегодно на пожарах гибнут тысячи людей. Пожар наносит огромный материальный ущерб государству. Наносит психологическую травму людям, потерявших своих родных и близких на пожарах. Но если огонь, который является причиной пожаров, мы можем увидеть, то угарный газ увидеть невозможно, а число его жертв очень внушительное. Чаще всего жертвами угарного газа становятся целые семьи, проживающие в домах с неправильным печным отоплением. На Словотовском районе произошло 63 пожара 2013 года. С января месяца 63 пожара произошло. И в основном количество пожаров на жилой сектор. Это 42 пожара произошло в жилом секторе. Там надворные постройки, бани, гаражи, времянки, кровля, времянок и частные жилые дома. Всегда надо помнить, что угарный газ имеет свойство, у него нет запаха. И его не чувствуешь. Можно уснуть и не проснуться. Многие отравляются, и на следующий день появляются головные боли, тошнота. Вызывают скорую помощь, доставляют сразу в больницу их. И, может быть, бывают и летальные исходы, конечно же. В основном отравление угарным газом получают дети. Люди, теряя бдительность и игнорируя элементарные правила пожарной безопасности, сами становятся жертвами угарного газа и подвергают своих родных и близких опасностей. Механизм воздействия угарного газа на человека состоит в том, что он, попадая в кровь, связывает клетки гемоглобина. Тогда гемоглобин теряет способность переносить кислород. И чем больше человек дышит угарным газом, тем меньше в его крови остается работоспособного гемоглобина. И тем меньше кислорода получает организм. Человек начинает задыхаться, появляется головная боль, путается сознание. Если вовремя не выйти на свежий воздух или не вынести на свежий воздух уже потерявшего сознание, то не исключен летальный исход. Одной из проблем в клинической практике токсиколога является отравление угарным газом. К сожалению, в нашем городе эта проблема остается актуальной. С отступлением зимнего периода времени, холодного периода времени, обязательно зимой, когда отапливают, допустим, в прошлом году, отапливают начали очень рано, уже в ноябре где-то. И, естественно, начались отравления угарным газом на фоне неисправного печного отопления. К сожалению, есть районы в Алма-Ате и в близлежащих районах частного сектора, которые до сих пор отапливаются на твердом топливе. Но могут быть отравления и при газовом отоплении. За период времени, зимний, скажем так, холодный период времени, в токсикологию обращается около 200-300 человек. Естественно, среди них очень много тяжелых отравлений, около 30% тяжелых отравлений, которые нередко могут заканчивать целлютальным исходом. К сожалению, сам угарный газ, он не имеет запаха. Поэтому в основном отравления часто происходят в ночное время, да. Суток, когда люди засыпают, естественно, не чувствуя запаха, утром уже кто-то их обнаруживает. И, естественно, проходит уже достаточно длительный период, скажем так, экспозиции яда, и уже доставляются к нам в тяжелом состоянии. Значит, что нужно делать при, допустим, при неисправном печном отоплении, если обнаруживает. Прежде всего, конечно, нужно открыть все окна. Если, допустим, состояние как бы с присохраненным сознанием, человека нужно вывести, естественно, из помещения, в котором произошло отравление, дать сладкий чай. Если есть дома скорбиновая кислота, дрожжи, то 5-6 дрожжей нужно дать и срочно вызывать скорую помощь. В любом случае даже есть и состояние, ну, после того, как его вывели из помещения, улучшилось, потому что угарный газ, он может вызывать отдаленное осложнение. И уже как бы в приемном покое специалист, осмотрев, он может как бы порекомендовать что-то или госпитализацию, если он заподозрит возможное осложнение, или же дать рекомендации отпустить домой. После толчков осмотрите, нет ли серьезных повреждений здания. Перекройте подачу воды, электроэнергии и газа. Алматы без потрясений. Защити себя, детей и дом. Не пренебрегайте элементарными правилами пожарной безопасности. И тогда зимние и холодные вечера в вашем доме всегда будут теплыми, а главное, безопасными. И помните, подготовиться к чрезвычайной ситуации доступно всем. КОНЕЦ